Перейдем, собственно, к самой презентации. Мы за текущий предыдущий год получали достаточно много входящих лидов, которые хотели получить продукт для малого-среднего бизнеса, такой легковесный, недорогой, который быстро позволяет стартануть без всяких там сложных закупок серверов или настроек у себя на внутреннем контуре. И мы обнаружили, что на самом деле продукта такого на рынке-то особо-то и нет, потому что зарубежные вендоры покинули рынок и, по сути, остались незначительные решения, чаще это версии, которые open-source, ну и остались, естественно, классические Excel, разные PowerPoint и прочие аналитические инструменты еще из прошлого века. Хотя замечательные инструменты, хочу отметить. И мы по ним поняли, что ниши спустуют, бизнесу нужны полнофункциональные продукты, не поделки, а именно продукты, при этом легкие и недорогие. И мы в конце прошлого года решили, что надо на рынок такой продукт выводить, потратили на какое-то время на КАЗДЕФ и вот вчера мы запустили новый наш продукт. Для тех, кто не знает про нас, мы компания уже с достаточно большим опытом, продукт существует уже более 10 лет, компания, в которой этот продукт был самостоятельно уже выделен, существует уже более 5 лет. Мы реализовали более 100 проектов в различных регионах и отраслях, работаем с крупными как госкомпаниями, госкорпорациями, так и с коммерческими компаниями. Среди наших клиентов, помимо тех, кого вы видите на экране, это и Transmash Holding, и присутствующий здесь Тульский оружейный завод, и многие-многие-многие другие. А почему, собственно, не Excel? Все из нас так или иначе им пользуются. Я знаю нескольких людей, которые очень хорошо разбираются в Excel, один из них даже присутствует на этом вебинаре. И я знаю, что для того, чтобы обеспечить работу в Excel, такую, какую мы можем обеспечить с помощью профессионального продукта, нужно приложить немало усилий. Сначала для того, чтобы Excel изучить хорошенько, а в дальнейшем для того, чтобы поддерживать те функции, которые профессиональные продукты делают гораздо более простыми трудозатратами. Что мы в итоге получаем? Мы получаем огромную зависимость от такого рода специалистов. Мы получаем неготовность нести те риски, которые нам дает этот инструмент, потому что нагрузок больших он не выдерживает, может выдерживать, но для этого еще раз тогда нужно приложить множество усилий и знаний. Ну и самый главный риск того, что данные некорректны. Я сам работаю с большими Excel-таблицами и постоянно сталкиваюсь с зацикленными ссылками, еще с чем-то. Но как инструмент, который базово определяет, а что же мы хотим видеть как аналитику, это must-have, это стартовый инструмент, с которым я призываю всех работать, прежде чем перейти к чему-то более профессиональному. Это помогает структурировать собственные потребности и, по сути, для самого себя сформулировать их задания. Собственно, а зачем BI сектору SMB? Ну, это уже следующий вообще вопрос. Почему, даже если мы и не пользуемся там в полном объеме тем же Excel, вообще почему мы должны задумываться на тему, зачем нам BI? Первый, для чего он нужен, это для того, чтобы анализировать множество показателей и ключевых показателей эффективности, которые перед компанией стоят. Любая компания, как только она начинает расти или хочет расти, она начинает анализировать, а где она, собственно, находится. Что у нее происходит с маркетингом, что у нее происходит с каналом привлечения, что у нее происходит с юнит-экономикой по тем или иным продажам и так далее. Плюс это процессы усложняющиеся, которые тоже заставляют привлекать уже особое внимание руководства к тому, где же можно улучшиться, усилиться и так далее. Самое главное, что решение хотелось бы принимать взвешенные. Но здесь это не уникальная особенность малого и среднего бизнеса. Это характерно для любой компании и мой опыт и примеры наших внедрений показывают, что этого же хочет интерпрайз. Заказчик, правда, не всегда в состоянии все сформулировать, что же такое взвешенное решение, как оно должно приниматься. Это отдельная задача. Плюс создавать финмодели, производить сверки, формировать отчетность различную. Отчетность у нас, как вы знаете, помимо установленной законодательством бухгалтерской, налоговой, существует управленческой, причем многие ее виды и разрезы. Ну и, собственно, самое важное это оценивать, а куда я хочу этот бизнес-то вырасти. Кто мои конкуренты? Какие тренды на этом рынке существуют? Где мне вообще открывать то или иное новое заведение? Как мне оценивать перспективы моего развития? Для всего этого уже нужны аналитические инструменты, которые уже, в общем-то, заменить с помощью Excel становится крайне сложно. Ну и самое главное, что, это я уже скажу чуть позже, очень хочется исключить зависимость от суперспециалистов, которые в этом Excel разбираются. Ну и, собственно, вот наше решение это простой легковесный аналитический портал, который построен по принципу low-code, я чуть позже об этом скажу, а Саша покажет, который может собирать информацию и данные с множества различных источников. Понятно, что когда мы говорим об SMB, вряд ли там речь идет о различных СУБД, хотя и это тоже уже встречается. Чаще всего это транзакционные системы класса 1С или какая-нибудь BOSS кадровик какой-нибудь или Галактика или еще что-нибудь, ну и куча, множество различных файлов. Собственно, что мы делаем и как мы решаем различные проблемы, различные задачи для рынка? Мы помогаем работать с разрозненными данными. То есть мы умеем подключать различные источники, делать это очень просто и легко, Саша продемонстрирует. Мы обеспечиваем решение следующей проблемы, это быстрая аналитика и реагировать быстро на изменения. То есть что мы получаем, имеем точнее, когда работаем с Excel? Мы имеем огромное количество данных, которые надо постоянно актуализировать, которые актуализируешь, как правило, вручную, выверяешь эти сведения. Но когда ты прицепил BI к этим источникам, у тебя уже как минимум эта проблема исключается. И тебе нужно всего лишь зарегистрироваться и уже с помощью лоукод-платформы и открытой базы знаний, в которой ты можешь всегда подчеркнуть какие-то сведения, как и что сделать, или обратиться в техподдержку, или в наше сообщество в Телеграме, ты можешь быстро решать свои проблемы. Ну и самое главное, что все это можно делать при наличии ограниченного бюджета на это решение. Потому что бесплатная у нас существует базовая версия, а также у нас в ближайшее время появятся гибкие тарифы в форме ежемесячной подписки. Чем, собственно, мы выделяемся? У нас в поставке сразу идут 30 видов визуализации. Это более чем достаточно для старта. Это более чем достаточно для того, чтобы в различных разрезах анализировать собственный бизнес. Это интеграция с различными источниками данных, уже готовое, встроенное в решение. Это лоукод-платформа, которая позволяет на интуитивно понятном языке, без привлечения санитаров или разработчиков, легко настраивать виджеты и дашборды. Уже преднастроенные шаблонные коннекторы, причем количество этих коннекторов в шаблоны, естественно, будет расширяться. Это высокая производительность, в отличие от того же Excel. Ну и, собственно, профессиональная поддержка с нашей стороны. Понятно, что это не поддержка уровня 24 на 7, за которую Enterprise платит отдельные деньги, но это более чем достаточно за то решение, которое вы получаете бесплатно или за очень ограниченный бюджет. Примеры визуализации я чуть-чуть покажу. В дальнейшем коллеги еще более подробно на этом остановятся. То есть это все, что на самом деле можно себе представить. Важно, еще раз подчеркну, все это будет постепенно расширяться. Сейчас наша главная задача не перегрузить продукт. И сделать его действительно легким и простым для использования и старта. Лоу-код архитектуры — это здесь как раз графический интерфейс для создания набора данных и обеспечения доступа к этим данным. Здесь вы на этом слайде видите то, как создаются с помощью виджетов как раз будущие вот эти дашборды с различными визуализациями на нем. Это все делается в режиме drag-and-drop и не требует каких-то особых знаний. Ну и чуть-чуть о тарифах. Как я уже сказал, базовая версия у нас бесплатная. В ближайшее время появятся два гибких тарифа с индивидуальной помесячной оплатой и один пакетный тариф на несколько лицензий. И суперцена не больше двух чашек кофе в месяц. Ну, соответственно, точно что может себе позволить даже тот человек, который хочет потестить это внутри своей компании и доказать своему руководству, что уже пора завязывать с Excel. Надо уже двигаться в сторону чего-то более серьезного и профессионального. Дальше передаю слово Саше Чабанову, нашему руководителю продукта. Он вам уже подробно расскажет о том, как и с чего он устроен и чуть-чуть сплевернет на ближайшее время. У нас тут пока мы готовились, идейка одна появилась вот у Саши. Саша, тебе слово. Да, спасибо, Кирилл. Добрый день, коллеги. Спасибо, что пришли. В своей части я хочу рассказать о нашем решении изнутри, как оно работает. Немножко коснемся архитектуры и действительно поговорим о наших организационных планах и о технических планах, которые мы собираемся в ближайшем времени превратить в реальность. Что такое Modus BI для пользователя? И когда мы задавались концептом такой работы, действительно для нас главной целью стало то, что пользователь должен зарегистрироваться в системе, получить доступ и не думать ни о чем, кроме решения этих самых аналитических задач, которые перед ним возникли. При этом вся организация техническая лежит на стороне облака. Мы организуем отдельные хранилища, мы организуем отдельные рабочие зоны, но при этом все для пользователя находится в едином инструменте управления. Пользователь и загружает данные в одном инструменте, настраивает визуализации, настраивает модели данных. Все в модус BI-клауд. Далее понятно, что каждый пользователь может зарегистрироваться у нас в инструменте. Значит, нужен довольно низкий порог входа. И для низкого порога входа нужно разработать простой инструмент для работы с данными. То есть пользователь без знаний SQL или без знаний, без понимания, как организовать саму эту архитектуру, какие лицензии закупить, как расширить свое аппаратное обеспечение, какие дополнительные программные продукты надо приобрести. Можно зайти и сходу начать работать. И вот, к примеру, практическая задача, которая сразу приходит на ум и которую можно решить сходу в рамках после регистрации продукта, это соединить в себе несколько систем из своего парка. К примеру, есть небольшая компания среднего или малого звена. У него есть управление торговлей, в котором ведутся продажи, себестоимость, ведется номенклатура, считается выручкой и так далее. Есть бухгалтерия, вы каждое утро загружаете банк, ведете расчет по дебиторке, по договорам. И у вас есть Excel файлы, их может быть много. Это будут, к примеру, планы продаж по менеджерам. Все это сходу можно загрузить в аналитический портал и построить там отчет наподобие такого, где у вас уже на одном мониторе пользователя, переходя по ссылке, будет выведена и выручка по группам номенклатуры, и общая выручка, и дебиторка, и денежные потоки, и текущие остатки, и структура себестоимости и так далее. И главное, что, обладая, какие здесь знания для вас будут нужны. Для того, чтобы собрать данные из 1С, хватит либо вашего системного администратора, либо ребят, которые приходят, вас и обновляют. То есть какой-то обычный пользователь на уровне базовых знаний конфигурации 1С сможет данные уже загрузить. С точки зрения Excel вы сможете сами прекрасно загрузить эти знания и данные. Я знаю пользователей, которые на уровне лиц, принимающих решения, могут писать несложные запросы и данные такие тоже загружать. При этом они прекрасно понимают, что хотят сделать и в каком виде построить. И вот как раз Modus BI Cloud предлагает самостоятельно все это выстроить в какую-то понятную историю, которая нужна именно вам. И в первую очередь это ситуационные мониторы. То есть всегда знать, как выглядит состояние вашего бизнеса по ключевым показателям на одном окне. Давайте немножко поговорим о архитектуре решения и разберем, как оно организовано. Дальше поговорим про источники еще отдельно. В качестве источников у нас принимаются базы данных 1С, базы данных СУБД, это Postgres, MS SQL, Vertica, ClickHouse и в будущем, думаю, мы добавим еще MySQL. Может быть еще какие-то, если вам интересно и есть потребность в расширении источников, пишите, мы обязательно их включим в наш roadmap. И файлы. Это Excel файлы сходу, которые можно загружать через интерфейс, это Google таблички, доступные по ссылке, появятся у нас еще Яндекс таблицы и вот тоже, если есть какие-то сервисы, с которыми бы вы хотели увидеть интеграцию в ближайшее время, пишите, мы обязательно это посмотрим. За все, за весь сбор данных отвечает аналитический портал. Когда вы в нем регистрируетесь, для вас создается отдельная база данных в all-up хранилище в ClickHouse и создается отдельная база для настроек в аналитическом портале, изолированная от других пользователей. Вы настраиваете там права и данные по расписанию или вручную загружаются в систему. Когда данные загрузились, они помещаются в специальные кубы в all-up хранилище, которые можно между собой соединять и строить уже именно визуалюционные картины для того, чтобы построить какую-то эффективную аналитику или ситуационные дашборды. И в целом тогда процесс работы довольно прост. Вы описали источники, вы собрали данные и вы построили визуализацию. Вот сбор данных, мы его отдельно коснемся, про источники давайте сейчас поговорим. Есть три типа, на текущий момент три типа подключения источников, поэлементно их больше. То есть это подключение источников при помощи 1С-адаптера. Наша такая основная сторона, которая была и в продуктовой линейке OnPrem и в текущей линейке, это дружба с 1С в любом ее виде. У нас есть адаптер для 1С, он доступен по ссылке для скачивания на сайте документации. По нему есть инструкция по подключению. Вы публикуете базу на веб-сервере для внешнего использования и задаете специального пользователя, по которому подключается модус BI Cloud и собирает данные. Если у вас, к примеру, база небольшая, можно использовать стандартные публикаторы типа 1С-линк. Он входит в стандартный пакет ETS. Если речь идет о Excel-файлах, то достаточно либо загрузить файл, либо указать ссылку на скачивание этого файла для того, чтобы получить структуру, получить информацию о таблицах и дальше настроить источники. И если это SQL, по протоколу TCP нужно создать тоннель пользователя, написать, выделить для этого отдельного пользователя, желательно только на чтение определенных таблиц, которые нужно, указать пароль. Ну и, собственно, источники считаем, что подключены. Далее источники необходимо настроить. Для таблиц и Google файлов есть специальная форма, когда вы соединяете источник в части колонок таблицы и загружаете их в уже таблицу хранилища. Для этого вы указываете сопоставление, говорите, с какой строки вы читаете, если у вас есть какой-то форматированный заголовок, шапка или что-то такое. Вот, общее количество строк, если нужно, иначе он читает все строки подряд. И у нас система сама пытается определить типы, но вы можете его изменить, определить название колонок и сформировать нужную структуру для хранилища. Если есть какие-то колонки, которые загружать не нужно, вы также их можете указать и эти колонки загружаться не будут. Если мы говорим о SQL или 1S, то здесь нужно написать запрос. Вот, как я и говорил, здесь запрос может написать ваш системный администратор, если он админит базу. Обычно в среднем-малом бизнесе он и является некоторой части администратором базы данных. Или 1S-программист, который вам обновляет базу. Или вы сами, если это несложный запрос, несложная база. Соответственно, вы пишете запрос, формируется структура этого запроса и таблица, результирующая, загружается в all-up хранилище. В соответствии с типами совсем-совсем-совсем. После того, как вы настроили подключение, вы можете уже начинать работать и выстраивать визуализацию. Но, как мы разобрали в примере выше, с бухгалтерией управления торговли и файликами, неплохо бы было их соединить. Для этого мы разработали объект, который называется набор данных. В наборе данных вы можете указать тот наборчик, который вы загрузили, выбрать его на рабочую поверхность, на workflow, соединить с другими наборами и указать связи этих наборов. И в конце, когда вы все это укажете, опишите, у вас получится единая таблица пространства, которая имеет свои типы и которую можно уже использовать для итоговой визуализации. А какой может быть итоговая визуализация? Это может быть и ситуационный центр, и какая-то аналитика в периоде. И, в принципе, все зависит от того, что нужно вам здесь и сейчас. Как настраивается основной компонент визуализации? Здесь мы не сделали никаких различий с нашим коробочным решением. Мы сохранили полноценный функционал с точки зрения как настроек, так и кастомизации компонентов аналитического портала. У вас здесь есть возможность выбора множества элементов отображения. Есть список полей, которые вы можете выбрать, перенося их в значение категории серии или фильтры. И таким образом, одна за одним, настраивать по блокам каждую визуализацию. Здесь, повторюсь, функционал полноценно повторяет решение, которое у нас есть в коробке. Вы можете также писать вычисляемые функции. В вычисляемых функциях у вас также будут... То есть они сейчас на синтаксе кликхауса. То есть с поддержкой синтаксиса кликхауса можно писать какие-то сложные выражения, если это требует аналитика и так далее. И в конце можно составить точно такой же дашборд, который можно было бы составить на премию. Это очень гибкий дашборд с точки зрения и тематических настроек, поддержки CSS-оформления, поддержки фильтрации, поддержки переходов в другие отчеты с передачей фильтров, экспорта, сохранения настроек и прочими очень полезными вещами, с которыми вы сможете ознакомиться на наших демонстрационных дашбордах, которые доступны вам сразу после регистрации или накидав свой дашборд. Давайте поговорим о развитии функциональности, которые мы планируем. В ближайшем релизе мы выпустим автозагрузку по расписанию. Сейчас загрузка у нас выполняется и перезагрузка выполняется по нажатию кнопочки. В ближайшем времени выйдет задание интервала загрузки данных и данные будут перезагружаться на нужный вам период. В это же время мы планируем выпустить новый источник данных Яндекс.Таблицы, которые будут работать как и Google таблица и обычная Excel таблица. С точки зрения безопасности мы планируем внедрить двухфакторную модификацию по телефону. С точки зрения работы с данными планируем и уже развиваем новый функционал наборов данных. Кроме того, что данные можно соединять, мы хотим, чтобы данные можно было и объединять между собой. К примеру, вы загрузили сегодня файл за июнь месяц, завтра вы загрузили файл за июль месяц. Все это вы вместе объединили в одну структуру, зашли в набор данных. Давайте сейчас покажу немножко дальше. И построили общее хранилище. При этом сделали фильтрации и добавили пользовательские поля на уровне набора данных. И наша главная цель – это контейнеризация, когда мы выдадим более функциональную версию Modus BI Cloud, где будет уже и более гибкое масштабирование, более гибкая настройка параметров области хранилища и даже некоторые административные функции портала. Вот как выглядит пример развития новых источников, когда можно будет объединять, как я и сказал, файлы с июль, август, сентябрь. Не нужно будет перезагружать его. Загрузили новый файлик, зашли в набор, объединили те же самые колоночки, сформировали нужную структурку и дальше вы, соответственно, сделали по ней визуализацию. А если вы его изменили, то в принципе через объединение у нас новых колонок не появилось. Все те же самые структурки остались без изменения, значит новые дашборды работают. В целом хочется, да, и вот новое подключение, так будут выглядеть новые наборы данных в части вычисляемых полей. В целом хочется сказать, что аналитика с Modus BI это просто. Пробуйте, регистрируйтесь, пользуйтесь, пишите вопросы. Нам очень интересно услышать ваше мнение по поводу продукта. Мы всегда двигаемся с учетом интересов пользователей. Так что спасибо вам. Да, дальше у нас Иванов Максим выступает. Коллеги, приветствую. Саш, спасибо большое за столь подробный рассказ. Спасибо. Так, давайте теперь разберем, для кого все-таки версия Modus Cloud предназначена, для кого версия On-Premise и посмотрим, чем все-таки продукты между собой отличаются. Итак, начнем с того, что кто же у нас все-таки пользователь версии Cloud. Здесь мы определили, что есть определенные сферы деятельности. Это могут быть сферы услуг, сферы ритейла, строительства, IT-компаний, какие-то небольшие производственные предприятия, в том числе предприниматели. И это потенциальные пользователи именно Cloud-версии. С другой стороны, есть такие отрасли, как нефтегазовая, финтех-сектор в виде банков, государственный сектор здравоохранения. Эти отрасли потенциально, конечно, относятся к пользователям версии On-Premise. Почему так, наверное, станет позже понятнее на следующих слайдах для сравнения. Также мог бы выделить, что группа пользователей продукта Cloud – это пользователи, которые используют его в личных целях. Учитывая, что базовая версия продукта доступна бесплатно, это потенциально позволяет решать задачи как личного характера, так и задачи даже в рамках корпорации. Зачастую происходит сложность, ну, точнее, в крупных организациях зачастую сложный процесс по согласованию закупок, он зачастую длится продолжительное время, и отдельные подразделения этих корпораций, в том числе, могут начать работу в рамках Cloud-версии и постепенно, по мере возможности, уже осуществить миграцию на версию On-Premise. Итак, двигаемся дальше. Давайте рассмотрим, ну, скажем, ключевые критерии между версиями Premise и Cloud. Сравним их по пяти параметрам. Итак, начнем с точки зрения скорости старта. Безусловно, Cloud позволяет сделать это моментально, то есть с момента регистрации вам предоставляется доступ, и вы можете сразу же начать работать в системе. При этом уже есть, как рассказал Александр, готовые коннекторы, то есть у вас сразу же появляется возможность решать свои задачи в рамках аналитики. С точки зрения версии On-Premise, учитывая, что систему необходимо размещать на серверах, инсталлировать, осуществлять предварительную настройку, это зачастую занимает время, в том числе есть и организационные моменты, связанные с согласованием договора, выделением мощностей, все это накладывает отпечаток на время. Стоимость. С точки зрения стоимости, ну, Cloud в базовой версии предоставляется безвозмездно, соответственно, здесь статья затрат с точки зрения именно лицензирования либо использования системы, не требуется ничего от пользователя. С точки зрения версии On-Premise, то здесь стоимость как минимум формируется, исходя из стоимости лицензий, формируется в том числе стоимость продукта из ежегодного владения, то есть это доступ к технической поддержке, когда в клауде она включена и не требует дополнительных затрат. В том числе одна из статей — это ресурсы, которые требуются, сейчас я рассматриваю с точки зрения именно сисадмина по развертыванию настройки, поддержанию системы. И если говорить про ресурсы, то как раз следующий пункт компетенции, в том числе является определенным критерием, ввиду того, что для пользователей клауд максимально продумана и логика работы с моделью данных, и возможности ETL-процессов максимально упрощены с точки зрения принципа работы с ними, то есть это принцип рак-н-дропа. С точки зрения версии On-Premise, учитывая полноту функциональности, которая есть именно в On-Premise версии, и те задачи, которые потенциально можно решить, они являются, я бы сказал, более трудоемкими, и в связи с этим есть определенные требования к специалистам. То есть помимо опыта работы, не обязательно в нашей системе, в целом опыта работы именно в аналитике, также могут для определенных задач требоваться определенные знания, в виде, например, знаний того же самого SQL, или вот приводился пример, связанный с запросами к 1С. У меня не было возможности добавить к Сашиному диалогу, но с точки зрения интеграции с 1С, вот сам лично решая вопросы, когда можно на стороне источника создать с помощью конструктора запрос, да, он может быть будет не очень сложным, но это делается также без какого-то кодинга, и потом обычным копипастом я получаю уже результат в виде данных у себя в хранилище. И как раз про хранилище и хранение данных, у нас пункт «Безопасность», причем хотел бы заметить, безопасность имеется в виду не с точки зрения хранения данных, конечно, размещая данные у нас в облаке, они полностью защищены и безопасны. Здесь больше критерий безопасности, которые предъявляются внутри организации с точки зрения службы безопасности, либо это требования безопасности контролирующих государственных органов по хранению данных на собственных мощностях, либо с какими-то требованиями, дополнительными требованиями к критической инфраструктуре. То есть здесь именно безопасность организационного характера. Ну, учитываем, и переходим как раз к следующему пункту, связанному с администрированием, то есть вытекающей, условно, из безопасности, потому что безопасность версии on-premise это зона ответственности на стороне заказчика ввиду использования его сервера, версии клауд это облако, и, соответственно, в рамках собственного сервера есть необходимость его поддержания, администрирования, то есть это дополнительные ресурсы, в том числе про администрирование. Здесь касается не только именно сервера, но и самой системы, то есть в версии клауд часть функций, административных функций, которые доступны в on-premise версии, они ограничены, в том числе и есть ряд функциональных ограничений в версии клауд по сравнению с версией on-premise. И, ну, наверное, хотел подытожить по сказанному как функциональным и нефункциональным критериям, и это, наверное, относится больше к характеристикам самой компании либо характеристикам тех задач, которые будут являться. Здесь есть некие пороговые, скажем, значения, в рамках которых рекомендовано использовать ту или иную версию платформы. Соответственно, если объем загружаемых данных, ну, точнее, объем одного набора данных или там загружаемого файла превышает один гигабайт, то здесь есть ограничения именно на саму загрузку. С точки зрения хранения объема данных пока каких-либо ограничений нет. По количеству аналитиков в компании, которые планируют именно подготовку, работу в данных, то есть предполагаем, что для версии клауд их в компании менее пяти человек. Касается и относительно возможности количества дашбордов, которые требуются, то есть для тех типов бизнеса, да, которые предполагаются использовать в версии клауд, предполагаем, что задач, да, ну, направление анализа это не более 25 различных дашбордов, и это касается источников данных не более десяти. Понятное дело, что все эти цифры условны, но являются неким таким триггером, наверное, для того, чтобы определиться, в какую сторону двигаться. Также, ну, хотел бы, наверное, напомнить, что есть возможность миграции с версии клауд на версию on-premise, по сути, это делается бесшовно. И заканчивая свой доклад, хотел бы сказать, что мы, помимо версии клауд, наш флагманский продукт, да, версия on-premise продолжаем развивать и действуем это в соответствии с нашей дорожной картой, и задача в основном связана с доработкой нового функционала, который упростит работу, сделает продукт еще более, или, как сказать, менее требующих какого-либо там необходимости написания кода, то есть мы пытаемся сделать инструмент полностью, новый код, в том числе доработки развития платформы затронут и функционально-аналитические функции, именно связанные с различными типами визуализации, возможности, расширение возможности настроек по этим визуализациям, то, что касается именно хранения данных и структуры данных, здесь появится дополнительная возможность, в том числе и при работе с OBD Clickhouse. Не буду сильно заострять на этом дали внимание. Коллеги, спасибо за предоставленную возможность, присоединяемся к нашему сообществу в Телеграме, пишем вопросы, регистрируемся, ждем от вас обратной связи, и спасибо. Валентина, предлагаю тебе финальное слово. Я хочу сказать ремарочку, когда пришел Максим, рассказал про OnPremise. Смотрите, да, тут есть условия некоторые, то есть то, что Максим сейчас сравнивал самую дешевую версию продукта Облако и самую последнюю версию продукта OnPrem. Типа между этим у нас, во-первых, будет расширение тарифной сетки с точки зрения Облака. И как бы в этом функционале вы можете плавно расти. Ну, то есть вот просто так хочется отметить, что и некоторые функции администрирования, и функции ФВД, и там настройки темы, и некоторые, некоторые другие, они будут в рамках расширенных тарифов даже в Клауде использоваться. Вот. А вот с точки зрения, ну вот, да, визуализации нет, не отличается. Вот. Все те же самые компоненты. Дальше спасибо большое за уточнение. Действительно все так. Коллеги, по QR-коду, соответственно, вы можете найти некоторые полезные ссылки, в том числе инструкции и ссылки на наше сообщество. Присоединяйтесь. И далее мы переходим к блоку вопросов. Если есть у кого-то какие-то вопросы, которые кто-то бы хотел задать голосом, поднимите, пожалуйста, руку. Значок «Поднять руку» находится в правой части экрана вашего. Сверху. Пока вопросов нет, да? Можем про стрим рассказать, то, что у нас в планах? А вот... Сейчас, минуту, Саш. Вот спрашивают я текстом, текстовые вопросы озвучу. Возможно ли публикация отчетов сформированных в Клауд? Нет, сейчас на текущем варианте невозможно. То есть, у вас есть учетная запись, вы в нее авторизовываетесь, можете отчет просматривать, можете его экспортировать. Ну, если пока нет вопросов, собирайтесь с духом, а Саша сейчас расскажет про одну очень интересную идею. Да, мы планируем, точнее, сейчас буквально недавно пришла идея сделать какой-нибудь стрим, где мы будем решать реальный кейс, близкий к реальному кейс, организации в онлайне, визуализации хранилища в облаке. Вот. Поэтому, если есть варианты, можете, ну, и там, пожелания, что хотелось бы увидеть, можете их написать, можете написать на почту, мы их обязательно посмотрим и учтем, когда будем его запускать этот стрим. Ну, а стриме в чатике сообщим. Саша, может быть, сделать даже еще, как говорится, интереснее, то есть автору наилучшей идеи, мы можем выбрать его идею, реализовать на базе... его данных и стримить их в интернет. Очень круто. Согласен, да, есть ремарка. Нет, ну, там, базу, конечно, мы можем обезличить. Ну, я к тому, что нам без разницы в целом, да, как бы, на чем делать кейс. Нам-то без разницы. Конечно, демонстрационную базу не хотелось бы. А вот, давай, тут вопросы появились. Экспортировать это как? У модуса есть функции экспорта. Экспортировать можно, сохранив, соответственно, в один из форматов изображения там JPEG PNG. Можно экспортировать отдельно каждую из компонент. Можно экспортировать в Excel-отчет, а можно экспортировать в готовую PPTX-презентацию. Для этого в любой версии есть настройка брейкпойнтов. Вы формируете шаблон своей презентации, потом размещаете диаграммки вот в том месте, где вы хотите их разместить. Нажимаете экспорт PPTX, и PPTX у вас сразу там готовую презентацию с картинками, диаграммами выводит. Об этом есть статья у нас на DOX. Вот можно посмотреть. Ссылка на DOX, еще раз напомню, была по QR-коду, если вы хотите, можете посмотреть, почитать. Про лицензионные условия. Отвечу так. Пока у нас доступна базовая версия, и лицензионные условия мы в данный момент не озвучиваем. То есть мы будем смотреть, тестировать, смотреть поведение пользователей, там кучу еще других показателей, прежде чем сформировать такую лицензионную политику, которая была бы удобна нашим пользователям. То есть у нас нет задачи какой-то срубить больше денег с этого. То есть понятно, что мы коммерческая компания, но мы бы хотели, чтобы нашим пользователям наша лицензионная политика была бы удобна. Так. Тогда, если больше нет вопросов, может быть, кто-то созрел на поднятие руки. Если нет, то большое всем спасибо. Пишите, регистрируйтесь. У вас под презентацией есть кнопка «Попробовать мод с BI Cloud», которая ведет на лендинг продукта. Регистрируйтесь и добро пожаловать. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Ждем вас. Всем спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня.